Карачево-Черкесия 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 проволочек. Депутаты также утвердили кандидатуру мирового судья в Адыгихабском районе, одобрили ряд поправок в региональные законы, установили новые выплаты за звания и награды на уровне Карачаева-Черкесии. Заслушали проект концессионного соглашения, по которому возможно дальнейшее развитие инфраструктуры новых микрорайонов республиканской столицы. По словам инициаторов проекта, вне бюджетной инвестиции планируется привлечь за счет механизма инфраструктурного меню. В рамках заседания были обсуждены и утверждены ряд других проектов, положительное решение по которым должно способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения республики. Артур Максимиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Сразу после заседания депутатов регионального народного собрания спикер парламента Александр Иванов провел прием граждан в штабе общественной поддержки Карачаева-Черкесии. Интересовавшие людей вопросы касались трудоустройства и программы «Молодая семья». Пришедшие на прием молодой человек, имеющий, по его словам, опыт работы в службе спасения, не может трудоустроиться. Он попросил помочь ему в решении данного вопроса. А около 20 участников программы «Молодая семья» до сих пор не получили жилье. Юрист граждан рассказала о проделанной в течение трех лет работе по восстановлению прав обратившихся. Александр Иванов пообещал разобраться в ситуации и по возможности оказать помощь. Крепкая семья – основа здорового общества. Под таким названием в Черкесске состоялся круглый стол, организованный Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии. О важности сохранения духовно-нравственных ценностей высказывались представители власти мусульманского и православного духовенства. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердеев принимал поздравления и награды. Али Баташев подробнее. Более 20 лет вы возглавляете одну из крупнейших религиозных организаций мусульман России. Искренне заботитесь о воспитании подрастающего поколения при общении молодежи к истинным ценностям и традициям ислама. Личное поздравление президента Владимира Путина огласил начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Российской Федерации Евгений Еремин. Умело выстраивая созидательный диалог между народами и религиями, Исмаил Хаджи своей деятельностью укрепляет традиционные ценности ислама, которые несут в себе милосердие, сострадание, уважение к ближнему. Исмаил Хаджи, как истый кавказец, очень ценит свое слово. Но его слово на президентском совете всегда самое точное, самое верное. И он очень хорошо подводит итог нашим дискуссиям. И, конечно, Исмаил Хаджи за его личные качества, за его верное служение российскому народу, за служение Кавказу очень ценит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Невозможно переоценить его вклад в сохранение межнационального и межконфессионального согласия. Не только на Северном Кавказе, но и по всей России, говорится в поздравлении главы Республики Рашида Тимрезова, который зачитал первый заместитель председателя правительства Хызыр Чекуев. Орден славы и чести Русской Православной Церкви Третьей Степени юбиляру вручил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Святейший Патриарх не просто ценит ваш вклад, который невозможно ничем взвесить в мир и межрелигиозное согласие у нас в нашем Кавказе, но еще и ценит вашу глубокую порядочность, настоящую искреннюю кавказскую дружбу. Глубоко вас ценит ваше твердое слово, которому вы никогда не изменяете. Лидеры духовенства регионов, гости из Москвы поздравили Исмаила Хаджи Бердиева с юбилеем и дали высокую оценку его деятельности. С 1991 года Исмаил Хаджи является председателем духовного управления мусульман Карачаева Черкесии. С 2003 года возглавляет Координационный Центр мусульман Северного Кавказа. Эта хвала вся принадлежит всем нашим ребятам, имамам. То, что в Координационном Центре у нас есть единство и согласие, поэтому и дела наши идут вперед. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем было так, чтобы никто не смог разделить вот это вот наше единство. О том, что семейные ценности, то, что рушатся в Европе, это действительно так. Участники выступили с докладами «Крепкая семья как ценностный ориентир», «Семейные ценности в исламе», «Православии», а также обстудили значение роль традиционных духовно-нравственных ценностей для сохранения и развития народов России. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В результате возгорания в пятиэтажном доме жертвы и пострадавших нет. 50 жильцов, в том числе 15 детей, эвакуировали огнеборцы из горящего дома в поселке Правокубанский. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Пожар на 40 квадратных метрах. Ликвидировали 17 специалистов. Работало 5 единиц техники МЧС России. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. 27 февраля 2024 года от диспетчера Центра обработки вызова 112 диспетчера пожарно-спасательной части города Карачаевска в 20 часов 32 минуты поступило сообщение о возгрании квартиры по адресу поселок Правокубанский, улица Восточная, дом 16. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение квартиры на четвертом этаже. Всего от МЧС привлекалось 5 единиц техники 17 человек. Пожар в кратчайшие сроки был локализован и ликвидирован ограниченное его распространение на вышележащие этажи. В ходе тушения пожара эвакуировано 50 человек, из них 15 детей. Пострадавших нет. Также причины и условия возникновения пожара устанавливаются. Главное управление МЧС России по Карачаевской Республике напоминает, что основными причинами возникновения пожара в живом секторе являются неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электрооборудования и электропроводки. Необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, а также следить за состоянием электросети в ваших помещениях. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в рамках работы Единого Республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей из Черкеска в зону СВУ отправлена очередная партия груза. В состав груза вошли теплые вещи, обувь, предметы личной гигиены, а также квадроцикл. Кроме того, бойцам передали спецвыпуски газеты День Республики. Данный груз был сформирован исходя из потребностей бойцов. В него вошли предметы первой необходимости, обувь, одежда. Также у ребят была потребность приобретения квадроцикла вездехода. Также на постоянной основе компетентные органы республиканской столицы уделяют внимание и находятся в тесном контакте с семьями военнослужащих, отметил заместитель мэра Черкеска Заур Тугов. Федеральной службой судебных приставов и Всероссийским государственным университетом юстиции был объявлен конкурс научных работ, посвященных истории образования и развития современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных странах. Студенты Северокавказской государственной академии приняли в нем активное участие, став победителями и призерами в различных номинациях. Альбина Ламкова продолжит тему. Мария Мбаташева пополнила список достижений в образовательном процессе. Она талантливая студентка, принимает активное участие в научно-учебной деятельности Северокавказской государственной академии. В этот раз участвовала в конкурсе, организованном службой судебных приставов. Научные работы были посвящены истории образования, развития и современной деятельности Института судебных приставов в России и зарубежных стран. Для Мариям такая практика считается важным элементом образовательного процесса, который способствует развитию активной гражданской позиции и коммуникативных навыков. Мы поднимали актуальные вопросы, которые интересовали нас, могут интересовать общественность, которые являются значимыми и довольно остро стоящими. Допустим, я писала о проблемах выплаты алиментов в пользу несовершеннолетних. Стараюсь активно участвовать в подобного рода мероприятиях, конференциях, стараюсь принимать в них активное участие, пишу статьи, публикуюсь. В качестве одной из целей конкурса была поддержка и развитие интереса студенческой молодежи к проблемам принудительного исполнения судебных решений в России и зарубежных странах. Он традиционно проводится службой в два этапа – региональный и всероссийский. Сейчас подвели итоги первого этапа конкурса научных работ. Церемонию награждения провел заместитель главного судебного пристава Корчаева-Черкесии, майор внутренней службы Азамат Кишмахов. Конкурс поддерживает интерес студенчества и молодежи к правовым проблемам и повышает привлекательность юридических наук в молодежной среде. Ежегодно юридические институции Еврокавказской государственной академии активно участвуют и поддерживают наш конкурс. Азамат Кишмахов поблагодарил всех за активное участие в конкурсе. Студентам вручили дипломы, педагогам благодарственные письма. Научные работы победителей первого этапа будут направлены в Федеральную службу судебных приставов для участия во втором этапе конкурса. Он проводится ежегодно с целью развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активного влечения ее в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в высших учебных заведениях. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибукова, Вести Карачаева, Черкесия. Активисты ЛДПР Карачаева, Черкесия отпраздновали День защитника Отечества. В Черкесске мероприятие организовали под лозунгом «Плечом к плечу с армией». Партийцы поздравили военнослужащих, представителей силовых ведомств, участников СВО, всех, кто стоит на страже рубежей Родины. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В митинги приняли участие и представители молодежи ЛДПР. Несмотря на юный возраст, ребята понимают необходимость проведения специальной военной операции и участвуют в различных волонтерских проектах, чтобы поддержать бойцов в зоне боевых действий. Хочу поздравить вас, поздравить тех, кто охраняет нас и защищает от врага на передовой. Поблагодарить их семьи за терпение и мужество, которое вы проявляете. Мы будем поддерживать вас всеми силами. И все, что будет от нас зависеть, мы будем делать для того, чтобы наши защитники вернулись живыми и здоровыми в процветающую Россию. Шуба от компании «Снежка» вновь в Черкесске. Место нахождения выставки прежнее. Улица Горького, 8. Ярмарка будет работать до 3 марта с 9 до 20 часов. Альбина Ламкова подробнее. Мечту о покупке нового мехового изделия теперь очень просто реализовать. Даже если у вас с собой не оказалось денег. Помогут в этом деле на выставке от меховой компании «Снежка». Ярмарка продаж в Черкесске проводится не первый год. Адрес ее нахождения прежний. Центр развития предпринимательства по улице Горького, 8. С 9 утра до 20 часов. На выставке представили огромный выбор качественных меховых изделий. У нас сейчас действует скидка 10 тысяч рублей при покупке любой норковой шубы в рассрочку. Напомню, что рассрочку можно оформить до трех лет без первого взноса и переплаты и плюс меховой жилет в подарок. Из документов вам нужен только паспорт и 20 минут свободного времени. На любую шубу скидка за наличный расчет составит 50%. Есть меховые изделия из категории распродажи. Их скидка 70%. Например, это норковая шуба с английским воротником в черном цвете. Шуба-трансформер с поясом. Если ее оформить рассрочку на три года с дополнительной скидкой 10 тысяч, то платежи в рассрочку составят 3 740 рублей. А если вы ее возьмете за наличное, то сумма составит 72 тысячи рублей. Действительно, на ярмарке огромный выбор шуб. Вот эта шуба классическая в цвете жемчуг. Если вы ее оформите в рассрочку на три года, платеж составит 3550 рублей. А за наличный расчет 69 тысяч. На каждой изделии свой паспорт. Вся история норковой шубы в этом документе. Меховая ярмарка началась уже сегодня и продлится по 3 марта с 9 до 20 часов. Скидка рассрочки и подарки ожидает в Доме предпринимателя по улице Горького, 8. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Корчаева, Черкесия. И знай, солдат, ты не один, с тобой вся страна. Зеленчукский райком КПРФ вот уже на протяжении нескольких лет проводит акции, направленные на сбор гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, участвующих в СВО, а также гражданского населения, проживающего на территории ее проведения. Свой первый рейс с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР был отправлен в 2014 году. Благодаря отзывчивости земляков гуманитарные грузы бесперебойно доставляются как на линию огня, так и в тыл. Фатима Даурова о неравнодушности и сплоченности жителей Карачаева-Черкесии. Репортаж смотрите далее, а наш выпуск завершен.